Посмотрите, какая у нас красотища в Анапе. Здравствуйте, дорогие мои. Сегодня я хочу поприветствовать в городе-курорте Анапа. У нас здесь расцветают клумбы, зелена. И хорошо все больше деревьев оказываются именно в своих нормальных природных зелененьких нарядах. Я думаю, что вы скучали. Многие писали мне, Юра, куда ты пропал? Никуда не пропадал, ребята. Получили бан опять за помощь солдатам, за обсуждение темы с беженцами. В общем, все как всегда, так и живем. Поэтому всегда подписывайтесь на второй канал. Есть ссылочка в описании на него. А также буду благодарен вам за добавление в телеграм-канал Мориос. Ссылочку видите на экране. Также Яндекс Дзен, Юрий Озаровский. Группа ВКонтакте Юрий Озаровский. Буду рад вас видеть всегда. Там нас не банят, там наши идеи движения поддерживают. Сегодня мы находимся в центре Анапы. Я решил вам показать красоту нашего города в первый день работы нашего канала. Аромат, друзья, какой аромат стоит. Это просто нереально классно. Желтые цветовки, фиолетовые. Ай, фантастика. Люди, отдыхающие на лавочках. Город Анапа радует немоверно. Ну а самое главное, что запустились фонтаны. Трансляцию с первой ночи их открытия вы можете увидеть у нас на канале. По ссылочке, которая появится в правом верхнем углу. Либо смотрите в описании. На втором канале мы проводили этот эфирчик. Было очень хорошо и приятно гулять. Когда свой город оживает и готовится уже к весне. К концу апреля обещают включить музыку. И они станут уже светомузыкальным представлением по вечерам. Так что ждем, когда это случится. Будем радоваться этому очень сильно. Как вы видите, несмотря на то, что у нас город еще не вступил в короткий сезон. Людей очень много. Приезжают сюда туристов. И все гуляют, радуются всему тому, что здесь происходит. Кстати, смотрите, поменяли деревья, которые были здесь слева с правой стороны от фонтанов. Но эти выглядят очень красиво. Стало более свободно. Посмотрим, во что они вырастут. Самое главное, чтобы не погибали. Здесь руки фонтанчика. Вот такая же красота, да? Как приятно показывать город. Тебя такой оживший и великолепный. Манящий и прекрасный. Особенно для тех, у кого еще лежит снег. Я думаю, что это в звоне мотивирует на то, чтобы покупать билеты и приезжать к нам в Анапу. После того, как взорвалась ракета на Феодосе, очень многие люди начали писать фуличку с вопросами, где, ребята, там остановиться у вас в Анапе. То есть начали все-таки менять направление Крыма на Анапу. И в другую очередь, немножко побережье наше. Так, Гаддлера, мы очень сильно интересуются. И Абхазии. Ну, если вдруг в Анапе, видите, если вы хотите, ребятки, у нас есть друг Джаник. Номер телефона, видите его на экране, обращайтесь к нему. Он будет вам рад помочь. От администрации мы дошли до улицы Горького. Видите, как здесь так же многолюдно. И люди гуляют. Видите, занимаются тем, чем и должны на курорте прогулки. Это при том, что сегодня у нас не выходной день, а вокруг нас люди, 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 люди. Температура воздуха почти 17 градусов. Так и обещали по прогнозу. Но у нас штормовое предупреждение по краю стоит. Усиление ветра до 22 метров в секунду. Проливные дожди, что может вызвать сели на дорогах горного кластера. Поэтому будьте внимательны и аккуратны, когда выбираете свои маршруты. Сегодня с двух часов дня у нас должно в Анапе начаться тоже представление грома, молнии и дождя. Посмотрим, как это будет проходить. Хотя, может быть, опять синоптики ошиблись, и у нас ничего происходить такого не будет. Единственное, чего мне сейчас не хватает в нашей любимой Анапе, это солнышко. Пасмурная погода, то есть не мое все любимое. Работает капфен. Видим, что есть новшества разнообразные. Шляпа. Смотрите, насколько наше популярное количество людей. У нас прошли мероприятия в эти выходные спортивные разные, которые привлекли огромное количество людей. И это очень хорошо, что люди все больше любят спорт, занимаются им. Я, как человек, который влюбился в море, нашел для себя занятие, такое, как кайтсерфинг, кайтбординг. И тоже подсвещают ему очень много времени. Ну, так вот можно фотографироваться именно со шляпой в таком большом количестве людей. Смотрите, деревьев очень много у нас высаживается. Когда это все вырастет, будет великолепно и красиво. Также небольшие такие вот тир, да, вписан непосредственно в планы парка. Это парк 30-летия Победы, который преобразили, сделали очень красивые пространства. Вписали аттракционы и магазинчики, поставили карусели. И при этом он стал выглядеть совершенно по-европейски, как многие любят у нас сравнивать. У него хочется, чтобы Россия была стандартом, и у нас было лучше всех. Чтобы никуда не хотелось уезжать, приезжать только к нам. Лавочек не хватает на этой зоне, но, как я и рассказывал ранее, с левой стороны, возле колеса обозрения они имеются, и с правой стороны, там, где стоят карусели, возле каждой лавочки для ждания, так сказать, пока ваши дети, либо знакомые, друзья покатаются на этих каруселях. Здесь очень много. Также у нас постепенно начинают облагораживать левую сторону, в которой мы сейчас с вами и посмотрим, что же там происходит. А левая сторона пока преобразилась в то время, как у нас здесь не было. Снимал я вот одну карусель, под ней сделали бетонную площадку. С левой стороны автодром, такой большущий поставили, и еще аттракционы. И ушел, так сказать, канул в лету океанариум, который мешал всем жителям города. Посмотрите, сколько здесь разнообразных аттракционов, которые будут вас радовать в летний сезон. Я думаю, что как раз таки к 1 мая здесь все работы завершатся, вы сможете спокойно прийти и прогуляться, наслаждаясь всеми новшествами этого парка. Далее по вот такой великолепной аллее наш путь с вами лежит непосредственно к морю. Мы отсюда его уже видим. Там есть у нас изменения, которые, честно, как любители песчаных дюнанапы, бьют прямо в сердце. Я не могу поверить себе, что это происходит. Сейчас поближе подойду, вам все расскажу. Но пока же можно порадоваться тому, сколько людей здесь прогуливается по нашим набережным. И дышит пектинами от моря сосен. Это великолепно, что вообще происходит. И возможно на всем мире. Когда бываешь очень часто на СВО, начинаешь, как говорится, уважать и ценить ту обстановку, которая творится у нас здесь на мирных территориях. А здесь у нас друзьям вывезли огромное количество песка с дюн. Это наш кварцевый песок. Раньше себе такого администрации не позволяли. Люди, кто ответственны за эти действия. Вывезли с района улицы Кольцевой. Это где-то находится у нас океанариум, дельфинарий, бора-бора. Многие по-разному знают. И посмотрите, сколько, ребята. Очень страшно на это все смотреть, конечно. Потому что понимаешь, сколько песка исчезло в наших дюн. Из-за того, что сюда постоянно вывозили песок, здесь очень мелкое дно. Потому что штормами его все размывает и песок растягивается по бухте. И поэтому люди здесь, так сказать, не получают удовольствия, чтобы сразу зайти глубоко в море. С другой стороны хорошо для детей. Опять-таки этот песок привезли, разровняют и его штормом заберет. Потому что вот такие только каменные береговые укрепления позволяют сохранять берега. Да, кстати, новый песк появился в Анапе море. Чистейшее. Вообще даже не колышется. Люди пришли покормить лебедей. Давайте тоже туда поближе подойдем. Даже за ноутбуком здесь работают. Классно посмотреть, как совмещают люди приятное с полезным. И обратите внимание на количество людей на берегу моря с лебедями. Это прям невероятно красиво. Дети после школы купаются у нас в море. Решили помочить свои ножки. Ну и лебеди все-таки порадовались сегодня. Я записал вам видео. Посмотрите в конце немножко. Покидаем эти места, друзья. Если вдруг хотите увидеть видео про СВО, как мы съездили, передали две машины. Сразу нашим дорогим солдатам познакомились с Артуром из Ростова. То смотрите его по ссылке в правом углу. Ой, ну море великолепно выглядит, согласитесь. 14 градусов у него сейчас с температуром. Потому что температура воздуха растет и за ним подскрывает море. У нас еще где-то пару недель точно будет держаться вот такая погода. Как бы паспурно. То, что циклоны всякие разные приходят. И температура не будет сильно высокая. То есть в районе 20, потому что море не прогрето. Как только море у нас наберет теплоты, сразу же за ним и воздух потянется. При этом жалко вот лететь столько песка. Я понимаю, что он сюда нужен. Пляжи расширять надо. Но не за счет же наших дюн. Это все должно происходить. Честно. Очень долго боролся. Пока не начали, как говорится, другие блогеры воровать просмотры. Вот я им не буду мешать. Те, кто снимают про дюну. Не буду ходить там показывать. Где-то вот смотрите. Пускай они сами напишут заявление в полицию. Вызовут там. Сделают все, как я делал. Хоть раз. Не просто, так сказать, снять ради хайпа. А довести дело до своего логичного завершения. Чтобы найти виновных. Наказать их. Чтобы другим неповадно было. Посмотрим, как они это сделают. А то говорить красиво. Все умеют. А солдатам помочь никто не хочет. И также дюну защищать тоже, честно, никто не хочет. Просто это хайп. Чтобы вы говорили, писали комментарии. А дальше дело, в большом сожалению, не идет. Посмотрим, как будет. В этом месте дюны вообще метра три с половиной высоты. Наверное, очень высоко. Здесь водоросли у нас сбились. Угол. Именно от этого пытаются избавиться. Выровнять пляж. Чтобы вот этого угла не существовало. В который они набиваются. И потом здесь гниют. Приносят, так сказать, неприятные ощущения приезжающим отдыхающим. Сейчас мы находимся в месте соединения песчаного пляжа с камнем. То есть, влево пошли только каменные пляжи. Вправо пошли песчаные пляжи. Такая вот интересная тема. Как здесь выняет дым. В вентиляции работают с кафе. Надеюсь, что в летнее время решат этот вопрос. Как-то это все будет по-другому. Ну и вот наша набережная. Здесь она двухъярусная. Огромное количество разнообразных кафе. Которые здесь появились и имеются. Строятся у нас. Пирс, как я вам ранее сказал. То есть, изменений по напе. Очень много происходит к этому сезону 2023 года. Ну, для меня самое главное, чтобы мирное небо оставалось. Тогда у нас все будет и так прекрасно. Потому что количество броней в разнообразных местах размещения зашкаливает. При этом у нас, допустим, вот некоторые отели отдали в аренду целиком и полностью вагнерам для реабилитации наших дорогих солдат. И они уже не принимают броню. Те, которые были, отказываются от них, возвращая людям средства. Вчера буквально об этом публикацию делал в телеграм-канале. И это там все подтвердили. Слушайте, вообще безмятежность, красота. Сейчас у нас ожидается дождик, ветер, стих. И великолепная атмосфера для прогулок на нашей набережной. Тут тоже мы видим разнообразное перестроение. Пойдемте, поднимемся наверх. Друзья, будем благодарны за вашу помощь для передачи помощи нашим солдатам. Так, звучит интересно. Мы на последнюю машину попали 67 тысяч денег. Это только материал. Еще, скорее всего, не конец, потому что туда еще надо вкладываться. Поэтому, если есть возможность, номер телефона на экране поддержите, пожалуйста. Можете написать на исход для солдат. Хотя, в принципе, те, кто поддерживает канал, тоже вам от души благодарен. Они пишут это именно на газете канала. Все остальные средства, поступающие, идут туда. Поэтому, очень прошу, ребятки, пожалуйста, нужна ваша поддержка. Поднимаемся наверх. С правой стороны кафе Лени не работает, но продают разнообразные аксессуары. И здесь место, где проводят сэшены наши брейкеры города Анапы. В этом году, говорят, будут новые правила. Выступать будут все по очереди, чтобы не создавать, как сказать, замусоривания звуками Анапской набережной. Посмотрим, как это будет. Потому что многие говорят, что их привлекает. Наоборот, именно количество разнообразной музыки, которой здесь собираются музыканты, играют для людей. И всем, вроде бы как, все нравится. Фонтан с жемчужиной. Вот, с левой стороны, это подарок Анапе. Такой вот красивый фонтанчик. Ну и здесь, в этом году, достопримечательность, это анапские клумбы. Цветы, которые здесь высажены, действительно являются достопримечательностью. Посмотрите, какое огромное количество разнообразных тюльпанов, цветов. И все их фотографируют. А аромат, ребята, от них просто невероятный. Повторяю, очень, очень вкусно пахнет. Ой, это кто там, вырос такой красивый. Если знаете, что это за цветок. Не пощадь, тоже, по-моему, тюльпан. Но какой-то необычный, как он туда случайно попал. Красота. Бля, какой аромат. Я просто иду, и у меня голову сносит. Настолько цветочный, вкусный. Запах, восхищение. Люди сидят на лавочках, слушают море, читают что-то, общаются, гуляют, смотрят в бинокли. В общем, анапская набережная является местом притяжения. Ну и наши алые паруса. Для меня это тоже знаковое место. Очень красивое, классное. Постоянно его подходят подремонтировать. Потому что дети его разносят в хлам. Постоянно. Вот такая красота на втором ярусе набережной. Давайте подойдем, глянем. Сначала вниз туда, чтобы понять, на что же все эти люди смотрят. Ну это же, конечно, наше море. Великолепное. Посмотрите, какая красота. Чистейшая водичка сейчас. Огромное количество рыбок даже отсюда виду плавают. Кстати, недавно показывал в Телерране. Как один из рыбаков вышел оттуда. С таким огромным просто количеством пеленгаса. Многих прям вопрос вызвало. Как это, что это и почему. Красота, ребята. Еще стесняющиеся подписчики. Поздоровайтесь. Ну не стесняйтесь передавать привет, ребят. Не стесняемся, пока не готовы. Жена вот смотрит. С Перми приехали. Перми привет, Арн. Спасибо, ребятки, что видите и поддерживаете. Да. Только числа надо. А на Абхазию есть, двухдневный по Крыму есть. Есть в Адыгее горячие источники. Много? Очень много всего. Если что, номер телефона, обращайтесь в наши люди. Можете ручкой. О, телефон мой. Вон он. Мария, спасибо большое. Так что, ребятки, можно поездить. Кто хочет сценарь смотреть, смотрите, уже все потихонечку работает. С правой стороны у нас находится Краеведческий музей. Я советую посещение для, так сказать, более глубокого понимания истории Анапы. Потому что она у нас очень большая. Был наш город под разными владениями. Эти территории издревле привлекали очень много к себе внимания. Я с детства щипал там травку для того, чтобы вы приезжали сейчас, смотрели на эту красоту. Но это русско-турецкие ворота. С той стороны раньше была главная достопримечательность Анапы. Все, кто сюда приезжали, фотографировались на тех пушках. И такие же фотографии есть у меня. Сейчас они тут заросли. Так сказать, лесом более, так сказать, они незаметные. И сюда люди не так часто приходят. Но ворота очень красивые. Так сказать, дань памяти. Тем временам они после реставрации, жалко, что внутрь не пускают туда. Там, в правой стороны, мотылек у нас находится. Там сейчас тоже идут еще раскопки. Раз-таки находят новые находки. Музычка, люди везде. Слушайте, сегодня я не ожидал, что столько людей встретить в Анапе. Я продолжаю приглашать сюда на отдых. Отдыхаю. Сейчас тут что-то такое ощущение, что уже как будто лето началось. И может быть, вам всем месту уже не хватит, ребят. Так что спешите, торопитесь. Пользуюсь моментом, приглашаю вас, дорогие друзья, на фотосессии в летний период времени. Да и не только уже сейчас готов фотографировать, потому что температура воздуха хорошая. Сделал красивейшее фото. Здесь у нас детская площадка. Огромное количество детей. Я рад, что у нас тут появилось и привлекает к себе постоянно большое количество детей. И взрослых вместе с ними. Здесь у нас гармоника звучит. Выходим на театральную площадь, дорогие мои друзья. В центре Анапы у нас очень многолюдно. В правой стороне у нас происходит сейчас снос рыночка. Пойдемте посмотрим, что там. А в ту сторону улицы Астраханская у нас сегодня привоз разнообразных продуктов. Сейчас мы его тоже на обратном пути посетим. Фрукты, овощи на постоянной основе можно купить. Вот в этом желтом домике здесь продают их. А здесь сделали парковочку. Она бесплатная, можно приезжать. Но это пока. Потому что в дальнейшем у нас все парковки в Анапе станут платными. И даже не парковки, просто дороги будут стоить денег, чтобы на них постоять. Это такая прям интересная тема. Что-то ни одной машины с знаком человека с ограниченными возможностями нет. Вот так вот выглядит снесенный объект. Самый главный вопрос, что здесь появится. Сначала рынок снесли, теперь здание снесли. Выдет ли здесь поликлиника или появится еще одно такое здание? Или может быть все-таки сквер? Может быть парковка увеличится? В общем, местные жители сейчас задаются вопросами, что же будет в дальнейшем. Ну вот, как я и сказал, здесь рыночек небольшой работает. Это улица Горького. Мы с вами ее пересекали туда ниже, когда выходили. Ну, увидел рыночек, решил проявляться по нему. Все-таки будет поинтереснее. Посмотрите, здесь у нас голуби. Так сказать, голубиные фермы. Кормите их. Дом культуры у нас отреставрированный. Но по реставрации много вопросов у людей возникает. Будем надеяться, что все доделают. Ух! А это у нас ярмарка-привоз. Смотрим, ребятки. Ярмарка товаров. Продают фермерскую продукцию у нас. Ценники, можете посмотреть, тут сало 690. Это было за Днепра, там сало было по 200 рублей. Сельнички разнообразные. Здесь как большущий лысер, видите, за разными явствами стоит. Когда будете выкладывать? Сегодня? Да, машите ручкой. Наши подписчики везде, это приятно. Молочко продается разнообразная продукция. Хотя тут обычно на розыск молоко есть. Здравствуйте, а мы вас смотрим. Очень приятно. Как рады к вам в санаторий приехать. Хорошего отдыха. Как вам у нас? Классно, все нравится. Это самое главное. Привет кому-нибудь? Бабушке, маме и нам самим. От души. Спасибо большое. До свидания. Сколько наших людей здесь встретилось. Это приятно. Где, как говорится, все вонапи на рынке. По 91 мудряйца. Такие хорошие, крупненькие продаются. О, это моя слабость. Пуснячки, рыбки разные. Сравните, кстати, цены. Комса в подъезде. Молосольная. Килька 220. Вот Килькина. Взял, наелся. Креветка наша, черноморская. По 500 рублей килограмм. Аж захотелось, честно. Ребятки жалко. И здесь вот такие цены. Ильские колбасы. Тоже можно посмотреть цены какие. Здесь что, почем продается. Баки, копчены 320. А как все аппетитно выглядит. Юровское предприятие. Разные массы творожных. Допавление всяких вкусняшек. Грущенки. Что интересно, да? Сыненькие посмотреть. Сардельки, сало. Это кубанские продукты. У меня есть птицы полуфабрикаты. Как крюшки красиво выглядят. Сравнивайте по ценам, друзья мои. Потом будете писать, что почем у вас, что почем у нас. Будет интересно. Поговорить об этом хреновина 160. Почему хреновина такая дорогая? Объясните мне. Хреновина же вообще сырняк. Растет везде. Мясо, телятина, мякоть 650. Вырезка, пиродина 650. Фарш, 520 тоже. Людинка, телятина 500. Язык, свинина 500. Горячок, курина 250. Филик, курина 300. Сейчас такое по 200. Домашнее свиньо 370, мякоть по 330, сливы, 325, салон, домашнее 450. Как вас зовут? Татьяна. Татьяна, приятно. Я Зоя Банапи. Тоже смотрю всю зиму, просматриваю, что здесь делается. Ясно, Риска. Как вам у нас? Вчастие на Бенчево первый раз весной приехал. Понравилось? Весна 3. Стоит приезжать весной все? Да, конечно. Да, давайте. Здесь 3 цветы, здесь деревья. Сейчас бы по набережной гулял, там такой аромат великолепный просто стоит. Классно. Спасибо, что смотрите. Вам хорошего время прожжения у нас. Всего доброго. Спасибо. Так, филик на ребро 360, филик на 390, корейка 350. Вырезка, бульки разные. Мед продают у нас. Ценники, смотрите. Здесь разнообразно все подписано. Если что, ставьте на паузу. 4К формат дает вам возможность разглядеть все. С левой стороны здесь есть тоже разные вкусняшки. Можете увидеть. Тут прям цены не промажешь, как говорится. Очень красиво, крупно все подписано. Это у нас что, может быть, здесь вырезки? Ох, Белый Амур. Стыки. Молочко, вот я говорил, вам уже распродали. Смотрим здесь. Разные сладости в большом количестве. А здесь зелень, краснообразно. Ценники. Яблочки. Это вообще моя любимая. Знаете, хочешь похудеть, съешь яблочко. Я готов яблочки тоннами есть. Горьцы 280, говорит, черноможки 220 есть. Помидорки 320. Так, люди покупают все. Это самое главное. Есть тоже, видно, по ценам. Слушайте, уже можно делать свежую окрошку. Столько всего вкусного, разного. Клубничка. 300. Помидорки вот такие подплесные, мясистые. Я вроде часто есть не хотел. Все это сейчас увидел. Прям вот захотелось. Цены примерно одинаковые. Картошка красивая. Морковочка. И сухофрукты разнообразные. Музефир тоже. Яблоки, зелень. В принципе, оно, в принципе, все. Одинаково красиво. Да, все интересно. Какая красота у нас здесь есть. Огромный выбор зелени. Хорошие пучочки, недорого. Все. Мне что, надо было хранить 5 дней вот эту вот квашню, чтобы она не свиньет. Я не знаю, я по-файлу. Я по-файлу. Я по-файлу. Я по-файлу, ладно, бедю. Ваша, Бурк, не краса, знание, что я буду. Здрасте. Здесь выпечка требующих. Федородок. Яблоко. В общем, не ругайтесь, люди. Что-то не так зашло там. Так, это у нас улица Терская, друзья. Раньше там арочки были, сейчас их полгорания. Выглядит это все вот так вот. Машин очень много, тяжело здесь проходить. Ну что, я думаю, что мы здесь прогулялись. Теперь надо и дела поделать. Посылки позабирать для наших дорогих солдат, чтобы им все это передать. Тут, конечно, у нас выбор прям большущий всего. Рынок в полной мере работает. Ой, яблоки, кстати, по 90. Клубника 250. Что-то дешевле, чем только что мы там выведели. Ну и тут вопрос, откуда, что, где привезло. Ну, в общем, плюс еще цены. Посмотрели, что, почему у нас на привозе наши кубанские продукты. Я думаю, что лайк достоин. Нажмите помимо лайка также кнопочку подписки. И выберите колокольчик все оповещения. Тогда мы будем с вами близко. И обязательно по ссылке в описании подписывайтесь на второй канал. Это очень важно, дорогие друзья, чтобы мы в дальнейшем не терялись с вами. Хотел вам еще показать. Смотрите, как зеленеют наши дворики. Еще чуть-чуть, еще немного и все. И все. И все лето. Так, друзья, мы приехали в гости к Джаннику. Здесь пришла посылка. Это посылочка для меня и его. Вот сейчас будем ее открывать. Посылка пришла нам из города Орехов, Москвы, от Константина. Ребят, всем привет. Давай, открывай, улыбайся, как ты умеешь, чтобы все хотели к тебе, говорится, проникнуться добротой и счастьем. Ну. Открывай. Так не, просто по тене она откроется. Что-то не то делаешь. Что же за посылочка нам? Деньги. Деньги. Так, коробку можно убирать. Я могучи. Я могучи. Давай, это реклама. Я могучи. Я могучи. Я могучи кепочки. Ну, одеваем. Ну, одеваем. Константину спасибо. Кепочки прямо, это то, что нам надо летом от солнца помогают. О, слышите, причем хорошие кепочки. Вы обязательно напишите. Как вам? Костя. Спасибо. Смотрите, какой тут хэштег. Вот это точно. Все. Прохожие достали зонтики. В Витязево пошел дождик. У нас в большом сожалению. Так. По посылочкам. Две посылки мне пришло в Витязево. Так. Так. Вот так вот. Из Ковачинска. Посылочка. Да, вот, кстати, это который вчера забирал. Лежит еще здесь. Это уже говорит о том, что пора делать распаковочку посылок. Я думаю, что мы сделаем ее на втором канале. Так что, если что, добавляйтесь. Ссылочка в описании. Юрий Азаровский. Она, по-моему, теперь называется. И вот еще одна посылка из Москвы от Нафисы. Такая огромная. Тоже для наших дорогих солдат. Фух. Ну, я думаю, что неплохо сегодня все подделали. И к чайнику заехали. То, чего у меня давно просил. Не закрывается, что у меня машина теперь. С этими посылками осталось доторбанить все это до дома. И сделать распаковку. Чтобы это было все интересно показать. И все было классно. Ну, а с вами я прощаюсь, ребятки. И по оконцовочке для вас море с лебедями. Не забывайте подписка, лайк. И жду вас в других соцсетях. Это очень важно. Потому что банят меня. Ну, что сделать. А я отступиться в силу не могу. Продолжаю помогать нашим дорогим солдатам. Рассказывать правду всю, которую знаю. Всех вас люблю. Крепко обнимаю. Спасибо всем тем, кто все так же остается со мной от души. Я не могу обнимаю. И я не буду надеюсь. У вас здесь на армию. Я не могу... Не могу. У нас есть 6. У тебя есть 2. У тебя есть 6. У меня есть 5. Ах, ну... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok